I have a way of blowing things up. Здарова, ребятушки! С вами Аладушки. Экзанима здесь. И если вы не поняли, как мы здесь оказались, у меня для вас есть не самые приятные новости. Я сегодня сел записывать. Всё аккуратно, нормально, всё хорошо. Записал 50, чёрт побери, 6 минут геймплея. После чего игра решила вдруг вылететь. И, к сожалению, если игра вылетает, моя записывающая программа не может ничего с этим сделать. Всё крэшится. И, извините, пожалуйста, иной, ребят, мы потеряли практически час геймплея. Но самое обидное здесь даже другое. Я вам сейчас скажу, что именно. Вы видели, сколько у меня жизней? И почему я здесь? А ещё вы, наверное, слышите шаги за стенкой. А я вам скажу, кто это. Это парень с, чёрт побери, двумя мечами. Он где-то здесь. Я не знаю точно где, но я его слышу. Вон он. Мне его нужно привезти в одно местечко, иначе я с ним, наверное, вряд ли что-то смогу сделать. Да не сюда же. Отцепись. Отцепись, блин. Я, черт побери, застрял. Дело в том, что он убивал меня уже два раза. Встань! Как говорится, под столом, да? Вылезай с этой стороны, пожалуйста. Я не могу вылезти из-за чёртовой лавки. Я не пойму, правда, он меня бьёт или не бьёт. Я застрял в столе! Чё за бред? О, я вылез. Но нет, я не вылез! Чёрт побери, стол взял меня на силовой приём? Серьёзно? Я не могу вылезти. Ладно, ребят, если бы игру не глюкануло, вы бы не увидели этого рэк-долла сейчас. Вот этот момент, когда в игре немножечко непродумано. Ладно, я вам расскажу короткую историю. Пока я бегал, я наткнулся на парочку зомбаков. Ну, скелетов я уже... Ай, блин. Скелетов я уже вообще не учитываю, потому что скелетов... Мы с вами и так бьём. И так всё нормально. Блин, отойди! Отойди! Фух! Ай! Скелетов мы и так бьём, я их не учитываю, поэтому... Минуточку. А, у меня... А, вот. Вытащим меч. Фух, я наткнулся на... Парочку зомбаков. Одного зомбака я ушатал успешно. Когда я начал бить второго, он начал от меня убегать. Блин, надо свалить... Надо свалить! Надо свалить назад! Да переступи ты через чёртову лавку! Ладно. Вот. Он стал от меня убегать. Не обходи! Нет! Да! Фиговая мебель! Фух! Теперь мы поменялись позициями, кстати. Я думаю, он до меня не дотянется. В общем, пока он сейчас будет психовать, я хочу вам рассказать одну интересную историю. Один... Так вот, я же говорю. Одного мы убили, второй убежал и прибежал с вот этим вот дружищем. Который, чёрт побери, очень быстрый. Очень ловкий. Кстати, Ка... Я, наверное, знаете, что сейчас сделаю? Вот это вот. Раз у меня уровень прокачался. Падай, падай. Фух! Дело в том, что он меня уже два раза убил. Я уже выжрал одну банку. Да, вот она. Спасибо. Но потом мне удалось убить его. Вот. Также я вам сейчас проведу краткий экскурс в то, что я уже здесь понапроходил. Вот. Но вот этого чувака мне удалось убить. Я уже был с его мечами и... Блин. Чёрт. Нет, 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 нет. Встань! Вот. Вот таким образом его сейчас заколбасит. В тот раз я его точно так же убил. Ну, блин, его должно затянуть под стол, пока он вылазил из подстала. Я серьёзно скажу вам, читерским образом я его убил абсолютно читерским образом, потому что в честном поединке он гораздо быстрее и сильнее меня. Я до него не достаю, кстати. Мне бы понадобилось очень длинное оружие здесь. Ай. А он, кстати, достаёт. У него хоть и двуручное оружие, но оно очень длинное. К тому же, я же говорю, в простом поединке он гораздо быстрее меня, поэтому он мне навешивает только так. Также я вот там немножечко в начале, когда делал вступление, извините, сейчас будет полно отсылок на то, как было в начале, я снял кольчугу. Также в одном из ящиков я нашёл отличный крутой кинжал, который мне очень понравился. Также мы нашли намордник. Вот такую вот штуку, которая одевается на лицо вместе со шлемом. Очень удобно, очень удачно. Так, кстати, давайте, наверное, вот что сделаем. У нас вот это оружие рубище. А нам нужно оружие колющее. И попробуем попробуем его колоть. Хотя он мне не позволяет этого делать. К тому же у меня персонаж оружием владеет такси. О, попал. Он отходит. Ай. Блин, видите, мне прилетает только так. И он гораздо быстрее меняет. Этот чувак очень быстрый. Очень чертовски быстрый. Вот. Ты меч вытащи аккуратно. Ну почему ты тычешь-то в стол? Блин, и тыкать-то не получается по-нормальному. Сейчас мы еще раз восстановимся. Это очень глупая ситуация. И я так, блин, был доволен, что я его убил в прошлый раз. поскольку мне кажется, что это самый сильный чувак на этаже. И к тому же, я не уверен, но возможно, он здесь один такой крутой. Поэтому я был очень доволен, что я его убил. Кстати, у меня... Ай, блин, он по мне попадает. Да отойди, блин, я нажимаю в другую сторону. Отойти, берет, делает непонятно, что. Сейчас мы восстановимся чуток. Это очень тупой бой. Это прям максимальнейший тупой бой, потому что я не знаю, чем мне делать дальше. Этот, кстати, очень агрессивный. Почему он меня убил? Потому что их было двое, и они мне вырубают. Как только я поднимаюсь, они мне опять вырубают. Только поднимаюсь, они мне опять вырубают. И они мне нанесли дофигища красного урона, из-за которого мне пришлось собственно жрать банку, и как вы видите, после этого мне тоже нанесли еще красного урона. Ай, да, блин. Просто подхожу получить по куполу и все, да? Ну, подними, ты меч чуть повыше. Вот эта штука меня на самом деле очень бесит. Видите, он делает резкий выпад. Я отхватываю, а ему я ничего сделать не могу. Он гораздо быстрее моего персонажа. Причем здесь я прям физически ощущаю ту боль, когда я персонажу говорю, быстро туда, быстро сюда. А он такой, ага, сейчас. Вот, в общем, это беда. Это беда. У него, на самом деле, у этого парня не так много жизней и броня у него гораздо хуже, чем у меня. Я это знаю, потому что я его уже убивал. Вот, но... Блин, там второй, что ли, ходит? Сделать я ему ничего не могу, потому что, смотрите, какой он резкий. Он, у него постоянные выпады, он постоянно на скорости, на реакции, и поэтому, ну, просто... Смотрите, 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 что он делает, смотрите. Двуручным оружием я вообще смысла не вижу с ним драться, потому что... Попал я в него, сейчас не попал, наверное, нет. Нет, не попал. Почему... Там... Попал по руке. Меч вытащи! Блин, у меня меч застреет, чтоб тебя... Меч полуторный, длинный, и он застреет. Может, кстати, взять короткий меч? Послушал я вашего совета, как вы видите, взял двуручное оружие. Ну, кстати, я по нему попал. Он отскакивает, он очень ловкий. В открытом бою у меня против него ничего нету. Идти в клинче разве что... Ух, убил. А это как? Это у него так мало жизни, что ли, оставалось? Это было чертовски сложно. Чертовски трудно. Да, я что сделал? Я тогда брал у него эти мечи. Сейчас я второй тоже найду. Я думаю, что я заберу его сейчас. Давайте я вам покажу эту характеристику. Эти мечи очень классные. Они идут в паре. Я так понимаю, что как раз вот этот вот... Где второй меч? Вон он. Так. И вот так. Вот. Вот так вот. Они очень прикольные. Теперь насчет его броньки. Посмотрите. Колющее. Ну, он одет, я же говорю, у него красивая бронь. Но все это ну, как бы хуже защищает, чем меня. Оно сделано больше на скорость, на то, чтобы оно было легким, подвижным и всякое такое. Фух, ребят. Да, в общем-то, не так много я здесь чего и обшарил. Этаж огромный. К тому же, я здесь умудрился уже заблудиться. Пошел я, как вы понимаете, не через дверь с ямой, а пошел я через дверь, которая по центру. Здесь у нас тут всякие кухни, кухонные принадлежности. Я тут немножечко пока побегал, сделал вывод, что тут что-то варили, и куховарили, потому что все тут заполнено всякими бутылками, но мне вот это, что насторожило, вот эти банки. Видите? Это как будто банки от нашего зелья, которым мы лечимся. Но оно очень похоже, кстати. Давайте я выложу пустую банку, на которой меня развели. Видите, оно очень похоже здесь. И мне кажется, что здесь, возможно, могло что-то такое быть. тут у нас валяются скелетики, скелетики бегают, здесь вообще голые, чисто с оружием, я не знаю почему. Знаете что, ребятки, давайте сейчас сделаем, погодите, давайте вот так. Я решил не перезаписаться, а просто выйти и загрузиться, для того, чтобы у меня остался этот прогресс. Я не хочу опять потом полчаса возиться с тем чуваком, он очень крут, он очень силен. Я повторюсь, наверное, это был самый сильный противник на этом этаже. Хотя, блин, откуда мне знать, сейчас выползет еще что-нибудь. Но эти ребята прямо вот, есть простые такие в красно-черной броне, вот я одного такого убил, второй такой от меня убежал после того, как получил по башке. А вот этот вот прям вообще жесткий, я не знаю, что с ним делать, он слишком быстрый. Тут даже дело не в том, что я умею драться или не умею драться, согласен, я не умею драться, но просто реально слишком быстрый. Я был с ним на двуручке, и он был со мной на двуручке, и он махает клинками вообще как заведенный, как будто у чувака ловкость прокачана, там, не знаю, плюс сто-пятьсот. Вот. Кстати, ни одного документа, ни одной книжечки, ни одного свиточка мы с вами не нашли. Молодец. То, что я до этого еще какие-то мои умозаключения, то, что посмотрите, какие здесь обшарпанные стены, это вот реально какое-то общественное место, оно очень сильно выделяется по сравнению с какими-то высокими кабинетами, и, ну, я имею в виду не высокие кабинеты, а высокопоставленных чиновников, и к тому же, да, у нас тут был туалет, который я пытался облутать. Если что, я вам сейчас примерно попробую описать, где я находился. Когда я вышел из тройной двери, там у нас было, те, кто играл, те меня поймут, там было посередине проход со статуей, и по бокам было два прохода. В общем-то, я пошел, понял, что эти два прохода соединяются к центральному залу, там на меня выбежал первый зомбарь, я его убил, и потом я пошел по левой части. На правую я еще не ходил, по центру никуда еще не ходил, все это исключительно левая часть. Но что я нашел, я нашел вот такой опять проход с тремя дверями, и насколько я понимаю, что он нас куда-то ведет, тут переход на другой уровень. Потому что я подхожу, и комната дальше не подсвечивается. А я заметил такую штуку, когда ты подходишь, кто-то где-то ходит. Комната дальше подсвечивается. И также, посмотрите, здесь не стены, здесь стены пещеры, здесь стены обычной крепости переходят в пещеры. Также, начало уровня было очень сильно похоже на как будто какой-то, о, не туда, как будто какой-то такой внутренний садик, ну не садик, в смысле детский садик, внутренний сад какого-то замка, но при этом мы продолжаем находиться в подземле. Я даже на минутку засомневался, думаю, может там как-то свет, но это свет от фонарей, и другого света здесь нет. Потом, у нас есть вот здесь вот, о, скелет, иди сюда. Испытаем на тебе новые сапли. Вот и под... У него длинное оружие. А, вон, второй рептилоид подошел со щитом... Блин, у этого другой щит, кстати. Не такой, как у первого. Надо отойти, надо отойти в серединку. Я не люблю махаться возле стенок. Блин, он меня ударил так сильно на самом деле уже. Я ему все время по щиту луплю, да? Вот эти чуваки, они сильные. Ну, он только что неплохо получил. Все. Они сильные, но они... убиваемые, так скажем. Так, хорошо. Там еще скелет ходит. Я просто слышу, у меня в ухе жужжит он. Блин, я не знаю, почему игра подтормаживает. Щит вот этот вот очень высокий, очень классный. Я не знаю, чем мне, кстати, делать. Я, наверное, выкину кинжал, потому что я им не буду пользоваться. Он очень классный, у него очень хорошие показатели. Я так понимаю, это было на тот момент... Знаете, что я сделаю? Погодите. Я сделаю вот так. Но вместо Фламберга поставлю сюда... Блин. Вот ты подбежал вовремя, дружище. Я же говорил, я слышу, как он там бегает. Ну все, ладно. Скелеты здесь практически не опасны. Ну, насколько это может быть? Вот эти ребята на самом деле гораздо опаснее. Я, наверное, что сделаю? Я возьму кинжал и возьму... Я так не отберу, его надо вот так. И возьму щит в эту руку. Щит огромный, то есть можно будет принимать удары на щит, и кинжал нужен для одной единственной цели. Если у противника слишком большое длинное оружие, быстро идешь с ним на сближение, при этом давишь его щитом и тычешь его кинжалом. Ну, есть такая тактика, попробуем. Шмоточки у этих чуваков тоже хорошие, но ниже, чем нужно. Мне такие уже не подходят. со щитом, то есть взять вот так вот кинжал и вот так вот тыкать чувака вблизи и принимать удары на щит. Щит довольно-таки большой, я смотрю, он будет неплохо отражать. Да, мне уже говорили выкинь щит и всякое такое, но ладно, попробуем такую тактику. Так, тут мы раз, два, три, троих сложили. Но я говорю, что оно все очень даже в сравнении, потому что вот эти красные нет! Сколько у тебя хпшки? Ты видел, сколько я тебя уже врезал? Ты вообще, ты жив... Как ты живешь? Блин, он меня убьет сейчас опять. Фух! Просто на волоске! Это второй такой же! Просто на волоске! Я думал, что я его в честном бою никогда не одолею. Но с его же мечами получилось, кстати. Поэтому, что мы сейчас сделаем? Мы сейчас, наверное, у нас тут просто дефигелярд мечей. У нас есть полуторный меч. У нас есть короткий меч. Короткий меч очень хороший. Превосходный короткий меч. У него, кстати, параметры такие же, как и на этом мече. Точно такие же. Чуть-чуть больше проникающего, за счет того, что он острый. Ну, как бы, не заогнутый в конце, а острый, но все-таки. Но за счет того, что он короткий, мы его оставим. Кинжал у нас будет на втором оружии. Я не знаю, что нам лучше. Наверное, вот этот фламберг мы тоже оставим. Но это хорошее оружие, я не спорю. Вообще, что из вас лучше? Тут хороший режущий, хороший баланс и хороший импульс. Так, режущий, проникающий. Тут режущий прям гораздо лучше. Проникающий тоже хороший. На троечку тут проникающего вообще нет. Но тут импульса больше, баланс хороший. Давайте, наверное, все-таки этот тупой, так скажем, меч оставлю. Вот эти два мы здесь выложим, мы будем знать, что они здесь. И тут у нас, к чему я это все вел-то? Тут у нас есть механическая дверь, которая была абсолютнейши закрыта до того момента, пока я не пришел сюда и не нашел вот этот рычаг на стене. Фух, блин, меня что-то сейчас перетрясло немножечко от этого второго чувака, я не ожидал, что их здесь будет два. Нет, ну как бы это можно было ожидать, но я надеялся, что их здесь не будет два. С другой стороны, мне повезло, что я быстро просто ему напихал прям с самого начала, пока не сообразил, а потом, когда он меня начал бить, ему оставалось уже мало жизни. Так вот, мне кажется, что это тоже проход дальше, есть один в подвале и один здесь. Вот эти два меча я оставлю наверное пока лежать. Мечи у этого я так полагаю, что такие же наверное, да, как и мои. Так, а куда ты их кстати делал-то? Дружище, можно тебя подвинуть-то, не? А куда ты свои мечи делал? Блин, я слепой вообще, что ли? Я не вижу еще. У него же должны были быть такие же мечи, они же должны были дропнуться, не? Что-то я какой-то слепошар. Ладно, ребят, с одной стороны очень жалко, что вы пропустили какой-то геймплей, а с другой стороны вы увидели сейчас довольно уникальные вещи, которых явно не было в тот раз. Как мы одного чувака завалили читерским способом, а одного по-честному. Но опять же, без его мечей, наверное, это было бы крайне тяжело. Эти мечи очень хорошие, они длинные. По-моему, как раз про эти мечи, про этих чуваков мне писали в комментах, поэтому мне кажется, да. Хорошо, давайте пойдем, наверное, вот это вот у нас получается середина уровня, так скажем, грубо говоря. Давайте в эту сторону сходим. Я не знаю, что у нас там встретится. Вот здесь я вот вообще ни разу еще не был. И это для меня полностью терра инкогнито. Дверки позакрываны. О! Не знаю, у меня до сих пор остался неприятный осадочек. А, еще к чему, что, как, где, почему. Я поменял себе поножи, одел вот эти латные, потому что они просто ляжки прикрывают. Ну, как минимум. Я потом, наверное, немножечко пожалел о том, что я не одел латный доспех, который мне руки прикрывал целиком. Я посмотрел на его неудобства, наверное, не надо было так делать. кожаные ботинки. спасибо. А, вот такие вещи у нас были с вами, если вы помните. Терраса и нагрудник. Они хороши, но не так хороши, как латные. Так что, а почему тут дверь открыта? Я туда не ходил. Блин. Так, ладно. Этот уровень задолжал мне баночку с зельем. Раз я одно потратил, то они мне должны вернуть. Опа! А вот это вот выглядит как пункт выдачи чего? Кожаный ремень. Кстати, да, мне удалось также найти в абсолютно рандомных местах два вот таких кристалла, причем синий-то я уже видел, а вот красный это чё? Вот этого я вообще не ожидал. Они есть разные, тогда какой есть ещё? и раз уж мы говорим про цвета, такая штука начали попадаться, ну, как бы до этого в основном посуда была синего цвета, сейчас начали попадаться, а, это можно обыскать, начали попадаться бутылки красного цвета. Уж не знаю, но у меня такое ощущение, что в синих бутылках держали что-то одно, а в красных что-то другое. Вряд ли это просто декоративная разница в цвете. У меня такое ощущение, что они были для разных целей. Также мне на глаза стали попадаться разные интересные свечки. Есть тут свечки цилиндрические и свечки параллелограммы, то есть, ну, квадратные, грубо говоря. Вот. Почему-то есть большие, есть маленькие, но это очень странный вид для свечки. Так, ребят, знаете, что мы сейчас сделаем? Погодите. Я буду потихонечку каждые минут, наверное, 15 выходить, загружаться, перезаписывать прогресс, потому что, ну, знаете эту поговорку, когда об утюг обжегся, потом в борщ плюешь. Вот. Это, по-моему, тоже, что сейчас со мной творится. По той простой причине, что экзанима вроде как раньше не вылетала и не показывала никаких, ну, таких, я понимаю, что это бета и все дела, я ни в коем случае за это не ругаю. Мне просто обидно, что там были довольно интересные моменты, которые мы с вами пропустили. Я не скажу, что они незаменимые, но это те самые эмоции, которые первоначальные, и мы с вами их частично кусочек пропустили, хотя сейчас опять же вот новые эмоции. Куда мы идем, черт побери? Что это за место? Тут как будто произошел какой-то обвал. Милочку, а откуда вот этот свет сейчас идет? Вот тень на колонну в эту сторону ложится. Откуда этот свет? Вы же мне не хотите сказать, что мы на улице, прям реально на улице? Это же пещера, нет? Это немножечко непонятно. Вот это меня путает сейчас. Я не знаю точно, где мы. Это выглядит, как будто где-то на улице снаружи. это ощущается, как будто где-то на улице снаружи. С другой стороны, умом я понимаю, что мы... Ай, блин, я лбом ударился. Я понимаю, что мы в пещере. Опять же, вот эти все места, они выглядят, как будто, ну, места, где богатей, ну, не богатей, нет, не богатей, здесь не то слово. Тут жили какие-то, был какой-то орден, уж не знаю, как их назвать. То есть, вот эти вот ребята, они выглядят, ну, как ассасины, что ли. И это место, где люди спокойно могли провести время, там, посидеть, поболтать. Здравствуйте. Идем, иди сюда. Иди сюда. У него просто меч, да? Во второй руке у него ничего нет, или мне кажется? но меч, кстати, очень какой-то необычный. Я ему потихонечку навешиваю. Я не знаю, сколько у него жизни. Ай! это сыграло то, что он выше меня. И он мне то ли по шее, то ли по голове долбанул. Так, ну, одежда у них вся более-менее одинаковая, тут я смысла не вижу сильно проверять. мне интересно, что у него за меч. Дружище, вот он, да? Меч! Проникающий, режущий, баланс. Он что, одноручный, что ли, этот меч? Блин, я не знаю, что это за пролагивание. У меня стала игра почему-то провисать на каких-то моментах, на которых она, наверное, не должна провисать. А, у меня не хватает сил это все заточить к себе на борт обратно. Ну-ка, я этот меч пока выложу. Смотрите, по длине он даже короче. Я думаю, что он одноручный. А если я его вот так возьму? Да, он одноручный, кстати. Так. Ну-ка, по длине замаха. Он вроде как такой же. Миночку, куда мой этот ятаган вывалился? Наверное, булаву тоже оставлю. А, вот ятаган. Да, булаву я оставлю, хотя, ну, говорят, что против доспехов булава хорошая вещь. Ну, как бы, не знаю. Так, насчет этого меча. Насчет этого меча. Он баланс режущий, режущего чуть поменьше, проникающий чуть побольше, баланс такой же. Он получается хуже, хоть он очень красивый, очень классный, очень прям няшный такой, но получается мне без толка его с собой таскать. Извини, но ты тоже остаешься здесь. Блин, ладно, давайте я пока булаву с собой возьму. Я не уверен пока. Зачем? Возможно, я ее скоро выкину, но пока что пусть она будет с собой. Также, я еще пока не знаю вот насчет вот этого ключика. Там сказано, что только собственно обладатель этого ключа будет знать правильный какой-то там код, уж не знаю код к чему. Я еще даже не нашел дверь, куда это можно применить. Но блин, тут прям улица, улица. Смотрите. Офигеть, тут прям парк. Вы же мне не хотите сказать, что это переход на другой уровень? Еще один. Минутку. Эта дверь даже не поддается. То есть я на нее кликаю, она даже нету вот этого звука, что типа закрыта или что-то такое. А это случайно не вон тот второй выход, который с ямой, в которой мне говорили да, да, иди, иди. Слушайте, ребят, это не здесь случайно? Меня сейчас ничего не убьет? Ну что? Блин, не хотелось бы. Я вообще не знаю, куда иду. Зачем я сюда пошел? Там у нас вполне было что исследовать. Я не знаю, зачем я поперся на улицу. Причем улица такая огромная. Смотрите, ну это явно место для пикников какое-то, да? А, поэтому можно ходить. Вот сейчас такие вайбы Диабло-Диабло, вообще, серьезно. Как будто я вернулся в Диабло, хожу где-то в внешний внутренний монастырь, плато Томо, и ох, прям. Что я здесь делаю? Зачем? Я явно иду вокруг этого здания, да, сейчас? Ну это так выглядит. Зачем я это делаю? А тут? Вот, видите, я подхожу и загорается следующая лока, как будто, ну не как будто, а я ее вижу. То есть, если ты подходишь и лока не загорается, там дверь, то это, скорее всего, переход на следующий уровень. Ага, еще одна механическая дверь. Вот, видите, я на нее нажимаю, есть звук, как будто она заперта, то есть, она активна. А где ее открывать? там была у нас комнатка, куда мы могли зайти, тыкнуться. Ай, уровень просто чертовски огромный. Мне очень повезет, если я когда-нибудь найду к нему карту. Что, блин? чертова лестница вниз. Там скелет ходит, надо приготовиться. И тут что-то ходит, погоди. я не хочу с двумя драться. А этот? Тут дверь. Оооо, а это что-то интересное. А это что-то интересное. Тут ящичек и столик. А ты не свиток случайно? Свиток! Первый свиток на этой карте. Кому нужен страж, когда есть великий Торис? Чего я жду, что меня встретят как героя, если бы они только знали, что я делаю? Не сносить мне головы. Так, кстати, тогда такой еще вопрос. Раз у меня перестал заканчиваться вес, а это пустое. Если может мне стоит выкидывать пергаменты, я не знаю, насколько они тяжелые. так, старый свиток. Эта глупая сиделка везде сует нос. Она случайно узнала о моих секретных исследованиях. Все, что я мог сделать, побыстрее сослать ее куда подальше. Боюсь, она могла сделать совершенно неверные выводы. Ага, хирургический инструмент. Кто-то делал какие-то исследования, которые на первый взгляд могли показаться чем-то очень плохим. Но на самом деле он считал их очень важными, хотя не факт. Так, а вот это случайно не дверь у нас? Так, длинные мечи будут меня приводить... Ой, блин, чертов скелет здесь. Будут меня приводить к плохим ситуациям. Иди сюда. Я могу стуле двигать? Могу. Ау! это было плохое тесное пространство. С чем он ходил? Перестань дергаться. Меч. Старый ржавый короткий. Ни о чем практически. Вот это выглядит как секретная дверь, черт побери. Серьезно, посмотрите. Тут у всего есть полочки. А это выглядит как секретная дверь. Ага. Если это выглядит как секретная дверь. Возможно она и является. Нет? А как ее открыть? Да, убери эту фиговую мусорку. Знать бы, если тут есть кнопка под столом или что-нибудь. Я не могу обшарить с той стороны. Да, молодец. Давай. А! Нет! Выберись из-под стола! Выберись из-под чертова стола! Столы это просто проклятие. Не знаю. Вот эта серия и столы это просто one love, знаете. Так. Камин. Погодите, но та штука очень выглядит как секретная дверь. Знаете, я, наверное, пойду дальше. Ну, хотя, вот тут эта штука тоже выглядит. Ладно. Вот, увидев второй, я засомневался. Скажите мне, если я был прав. Так, там еще какая-то нежить ходит. Сейчас мы, наверное, ну, мы можем попасть туда. Разобраться с этим чуваком, насколько я понимаю. Так, тут дверь открыта. Это я тут был или такое ощущение, что я мог тут быть, кстати. Хотя нет, вот эти шкафы не облутаны. Да, не облутаны, поэтому боевой молот. Кстати, вот дробящие, хорошие дробящие. А у нас на булаве что у нас? так. У булавы импульса больше, кстати. Дробящий такой же, баланс у молотка хуже, а нет, 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 булава получше будет. А тут что? А, тут, кстати, шмоточки. Но я так подозреваю, что оно все такое средненькое. Ага! Кольчужный капюшон, кстати, неплохой. А что у нас одето? Ага! А вот кстати, у нас хуже. Поэтому да, меняем. Неплохо, хорошая находка. Коробка. Коробки у нас там под ключи были и всякое такое, да? Давайте вот этот ключ вот в эту. Блин, это нужно вот так сделать. Вот так и вот так. Ключ в коробку положу. Хорошо. Может быть, знаете что? Я скелета слышу. Может, я положу камни в коробку? если они все поместятся. Поместятся. Или это не скелет? Это, кстати, вполне может быть и не скелет. Он там что-то брецает, как будто не костями, а... Так, хорошо, ты у нас что, бутылка? бутылка. Бутылка. Ага. А ты? И ты тоже бутылка. Тут какие-то они то ли лекарские эти бутылки, то ли еще как-то что-то. Тут, кстати, дверь подпертая с этой стороны, прикиньте? Или это не дверь? Блин, мне везде двери чудятся. Нет, это не... Это не дверь, ладно. Хотя, кто знает. тут тоже открыто. А, это у нас просто туалет типа сортир. Угу. Я могу прямо руку туда засунуть, нет? Нет, не могу. Мало ли, надо было попробовать. Когда говорится в жизни нужно попробовать все, почему-то никто не упоминает про квантовую физику, да? оп, стоп-стоп-стоп, секунду-секунду-секунду. Вот это выглядит подозрительно. Да, это можно снять, а толку? Ладно, я там ничего не вижу. Пойдем, пирамида головы, нам с тобой нужно дальше двигаться. Э, в смысле корзина головы. Так, давайте без синих парней, пожалуйста. Тут дверь. тут проход, там дверь. Вот тут где-то чувак ходит. Только не синий, пожалуйста, давайте не синий. Вон он, красный. А ты кто? А ты скелет. А, да ладно. он возвращается, между прочим. Я в заднице. чувака свалили очень удачно. отсекли скелета. Чувак получил уже в табло довольно прилично. Я думаю, он скоро должен отъехать. Блин. да чё ж ты не сдохнешь-то никак. А, всё, наконец-то. Просто он столько раз падал, и мне показалось, что ну сдох, ну сдох, ну сдох. Ну нет. У, дубинка? Стоп, дубинка? А, это интересно. Ладно, пойдёмте теперь со скелетоном разберёмся. Я вижу, там уровень подъехал. Вон, я его уже нагрел двери. А, по тебе последний удар оставался. Крутяк. Так, ты пустой. Хорошо. Что у тебя было? Двуручный топор. Ну, тема, конечно, не спорю. Так, уровень у нас тем временем подкатил. Давайте тогда боевой навык-то последний. Ложные замахи, быстрая повторная атака. Давайте закинем этот. сегодня два уровня подняли получается, да? Неплохо. Дубинка. А что у тебя ещё интересного было? По ножи. Да нет, вроде всё то же самое, как и обычно. вот, я же говорю, вроде как красные чуваки, они хоть и покрепче, конечно, чем скелеты, но вроде как не представляют никакой такой особой угрозы. Тфу-тфу, конечно, как будто не сглазить, но всё же, мне кажется, что с ними можно справляться. Пока страшные синие, синие прям реально, о, костыли железные. Как раз один из скелетов с нами костылем дрался. Бутылка. Кстати, ребят, железные костыли, это к тому, что всё делается из железа? Всё делается из железа. Кстати, сундучок, а почему сказать, что тут нету дерева, но дерево здесь есть? Сказать, что нету чего-то, это странно. Да! Ха-ха-ха-ха-ха! Да, я нашёл банку, пусть даже небольшую, но я нашёл банку, блин, это победа. Хорошо, так, теперь латные наколенники, ну, наколенники, опять же, нам, скорее всего, не грозят, а вот этот меч, ну, это такой же витой меч, как был вот у зомбаря, который мы не взяли. Эти мечи очень хорошие, если бы у меня не было вот этих мечей. Кесет. хилочку нашли, блин, я прям стал себя чувствовать спокойней. Ну, мы, правда, потеряли большую хилочку, а дали нам маленькую, но это уж, если вообще придираться, я, я, наверное, не такой придираст, хотя, может быть... Ну, что ж. Знаете, несмотря на то, что мы потеряли практически час геймплея, несмотря на то, что это... Но в этой вот серии, в этой вот куске, который мы сейчас, мы проходим все гораздо больше и быстрее, потому что там я прям опасался делать первые шаги, очень много осторожничал, очень много всего. Пока я не напал... Пока на меня не напал синий чувак, когда на меня напал синий чувак, я понял, вот чего надо бояться на этом уровне. И после этого мне как-то полегчало, что ли? То есть, я когда заходил на уровень, я не знал, что здесь будет, кто здесь будет, какие будут противники. А здесь противники вот эти вот ассасины, грубо говоря. И... Ну, против них можно жить. Кроме синих. Против синих можно умереть. Ну, тоже логично. Что у нас в этом дворике? Мы так сюда и не спустились. А может, там и не стоило. Ну, пока это все выглядит как типично такой для средневекового замка. Ну, то есть, все вроде нормально. Кроме зомби и скелета. Но, так все нормально. Туда можно пойти, сюда можно пойти. Я не знаю, зачем туда можно пойти, хочу ли я туда идти. Тут явно есть спуск. Э! Нет, 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 стойте! Ага! Вот в чем подвох. Я понял. Это у нас тоже какой-то переход дальше. Там у нас было две двери, которые переход дальше. А на улице есть, ну, грубо говоря, канализация. Так, хорошо, ребят, тогда такой к вам вопрос. Не надо мне говорить, что это за канализация, и что меня там ждет. Вопрос в другом. Во-первых, стоит ли мне туда идти? Во-вторых, это дальше или это какое-то... помните, у нас с вами было на втором этаже у нас был вариант просто перейти на третий или пойти исследовать вон ту подземную гробницу, где мы с крутым скелетом столкнулись, на тот момент крутым. Да нет, он был крутым. Вот, так вот, у нас там был, ну... Черт побери, там что-то гремит, пойду посмотрю. Знаете, с этих слов начинаются все плохие вещи, да? Там что-то гремит, пойду посмотрю. Шаги слева где-то. У меня в левом мухе шаги. Давайте это будет не синий чувак. А, это скелет, ладно. Со скелетом надо пообщаться. Иди сюда. Как он мне сходу влепил-то? Это, это мне плата за мою самоуверенность. у чувака этот пол-экс. Но он мне как раз им хорошо и врезал пару раз. У него самого ничего нету, но вот оружка у него... А, это бердыш. Кстати, бердыш тоже хорошая вещь. Тяжелая, но хорошая. Мыло и одежда. Так вот, к чему я это... Что на втором этаже у нас с вами был такой полу-уровень, который мы могли в принципе запросто пропустить, если бы мы пошли не туда. Вовремя мне подсказали, что будет два выхода гребень, ну и гребни волны. Вовремя мне подсказали, что есть два выхода и нужно нужно бы подумать, куда пойти. Но если бы я этого не знал, я бы, наверное, мог бы запросто пропустить это место. Еще одна уборная. Это выглядит, знаете, мне стало доходить, общественная столовая, кровати, костыли, это выглядит как госпиталь. Это выглядит как госпиталь, а учитывая, что весь этот антураж, он какой-то такой замково... Ну, возможно, это монаши какой-то госпиталь, или черт его на самом деле, что. Я все время сбиваюсь с мысли, извините, у меня просто новое ощущение захватывает, шляпа, полная шляпа, головной убор, головной урод. Я к тому, что вот эта вот канализация, это продолжение дальше, куда мне надо, или же это какой-то бонусный уровень, или вон те механические двери, которые я открыл, это какой-то бонусный уровень. Может быть, механические двери, которые мы нашли, но которые я не смог открыть. Может быть, они... Тут, короче, как минимум уже есть два прохода, которые мы можем пойти, есть канализация и есть один проход, который мы до сих пор не открыли, в который мы не можем пойти. Тут я со всеми людьми уже поговорил? Выглядит как будто да. Опять же, если вы мне скажете, вон, иди туда или иди сюда, я боюсь, что я, наверное, не смогу просто так вот взять и найти, куда мне сразу рыпнуться. Сейчас, допустим, к канализации я еще могу выйти, вот, а... Это кто такой? Неудобство. Коробка. Неплохо. А в эту коробку, блин, я не знаю, вот эти подлагивания, они меня пугают. Сколько я могу свитков в эту коробку уместить? Не могу. Она слишком маленькая, она не для свитков. Хорошо. Хорошо. То есть, тут коробка, тут все... В общем, сейчас отсюда я еще, наверное, канализацию смогу найти, но смогу ли я сейчас вернуться? Я весь этот замок оббежал по кругу, скорее всего, и теперь... О, это ванные! Смотрите, это ванные комнаты, это еще больше подтверждает мою теорию о том, что здесь какая-то лечебница, потому что, ну, к тому же, наверное, лечебница не для простых солдат, я так понимаю, да? Вряд ли бы... Все это место выглядит слишком роскошным, чтобы быть простой лечебницей для простых солдат. Тут есть ванны, причем очень красивые, тут есть... Ну, тут орнамент на стенах, опять же, и... ну, я даже не знаю, боюсь предположить. Столовка выглядит слишком грубо для высокопоставленных чиновников. Возможно, это было какая-то для средней гильдии. Опять же, вот эти ассасины, допустим, они были каким-то средним звеном между самыми богатыми и самым чмом, который, может быть, они были такие серединка наполовинку, не знаю. Так, здесь мы были, здесь мы были. А, ну да, это, собственно, сортир. Стой, вы хотите сказать, что здесь закрытая территория уже, все? Ну, не то, чтобы закрытая, что она замкнутая. Отсюда прохода-то в другую сторону нигде не было? Не было. Хорошо. Выход из палат у нас только в эту сторону, с той палаты тоже только в эту сторону, вот в этот коридор. Этот коридор у нас ведет в садик. Опять же, садик у нас вот этот внутренний дворик, он выглядит как место отдыха какое-то для больных, которые восстанавливаются. Так, 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 вот это интересно на самом деле. Черт, у меня более-менее какие-то комнаты, какая-то карта в голове стала вырисовываться, но далеко не так хорошо, как мне хотелось бы. Здесь мы были? Я что-то совсем в этом не уверен. корзины. Кстати, тут какое-то хранилище. Ладно. Комната-хранилище. Тут шкафы, тут явно тоже что-то хранилось. Погодите, ребят, хорошо, мы пришли к неким выводам. Я надеюсь, что они правильные. Теперь, что нам эти выводы могут дать, что нам эта информация может дать, если здесь у нас была некая лекарня? Тогда, тогда, вон та комната, в которой были зелья лечащие, возможно, она имеет значение, возможно, был какой-то, ну, грубо говоря, цех по производству этих лечащих зелий, потому что все-таки больница, и люди как-то должны были восстанавливаться, правильно? Правильно. Ну, по крайней мере, в моей голове это сложилось только что. О! Ой, ну, блин, ну, это же вообще кожаная кераса и шлем. Это же вообще типа вещи прошлого поколения, грубо говоря. Ага. Это нам должно дать понять, что, возможно, здесь, допустим, были какие-то, ну, охранники, которые на тех этажах попадали в передряги, они здесь потом лечились, а это их снаряжение? Тоже не знаю. Причем, смотрите, здесь посуда, хоть тарелки и железные, но здесь у нас встречаются и обычные бутылки, вот, и обычные чашки, обычные стаканы, тут обстановка немножечко попроще, тут не такие шикарные вещи и стены выглядят по замызганье погрязнее, чем, наверное, оно стоило бы им выглядеть. Тут у нас вообще какой-то подвал, сарай, непонятно че, какое большое место, это тоже дверка, а тут все выглядит немножечко покрасивее, попрятнее, я думаю, что тут есть некое разделение на зоны, то есть сюда можно было входить к какому-то персоналу, а туда, допустим, нет, и, ну, для средневековья это же типичная вещь, правильно? А почему это выглядит, эта кладка выглядит так, как будто здесь должна была быть дверь, но она заложена? Блин, ребят, серия затягивается опять чертовски просто, это, да, это опять тот же внутренний дворик, к которому мы пришли, правильно? Правильно, давайте, наверное, вот здесь сейчас, вот в этой кладовой, я сейчас еще раз обшарю, точно ли, ничего не забыл, да, тут у нас была бутылочка с хилкой, вроде как, если я не ошибаюсь, давайте мы вот в этой кладовой, наверное, серию закончим, потом пойдем блуждать дальше, мне, наверное, нужно обойти тут все раза два-три, чтобы хотя бы более-менее хоть как-то запомнить, пока что мы недалеко находимся от выхода на улицу, там где вход в канализацию, опять же, я думаю, что стоит ли нам туда идти, и вообще, что там, ну, давайте без жестких спойлеров, как вы обычно делаете, нет, не в смысле вы обычно делаете жесткие спойлеры, а говорю, как вы обычно делаете, аккуратненько дайте мне понять, что там дальше, вот, а мы с вами потом разберемся, кстати, шприц, а я до этого видел шприцы? сумка, сумка, Карл, а в сумку можно запихивать, допустим, свитки? Можно. Давайте тогда эту сумку сейчас, интересно, сколько в нее свитков-то влезет, вот, сейчас, ребят, какое-то определенное количество свитков влезло, конечно, поэтому я ее вот так вот сейчас положу сюда, а там видно будет сумку, я, наверное, пожалуй, в первый раз вижу здесь, я что, этот ящик не обыскивал, получается, так, тут у нас просто шмотки, здесь у нас, да, тут у нас молоток, который я сравнивал с булавой, хорошо, чертовски интересная серия получилась, на мой взгляд, для вас, наверное, это было неожиданное начало, извините, что так получилось с игрой, я не знаю, почему она взбрыкнула, почему она решила вылететь, ну, как бы, то, что мы потеряли, на самом деле, мы потеряли довольно немного, к тому же, я вам более-менее рассказал, и то, что мы увидели в этой серии, было в разы больше, чем то, что мы потеряли, наверное, даже вам было бы предпочтительнее не смотреть ту серию, а посмотреть эту, ну, как бы, ту вы и так не посмотрите, потому что она удалилась, а это получилось гораздо интереснее, поэтому все, что не делается, все к лучшему, все, ребятушки, спасибо, что были с нами, продолжим ходить по вот этому всему лабиринту подземелью локации уже в следующей серии, а пока что всем удачи, всем добра, бобра, всем молодушек, всем покеда. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok